Сегодня одной из самых обсуждаемых тем в истории Казахстана является обсуждение вопроса, а что принесло казахам насильственное присоединение к Российской империи. Многие говорят, что присоединение к Российской империи якобы принесло казахам спасение от джунгар, что благодаря этому в казахской степи появились города, и что казахи через Россию тесно соприкоснулись с мировой культурой. Однако это полная ерунда. Российская империя не внесла никакого вклада в защиту казахского народа от джунгар. Скорее наоборот, именно Россия старалась еще больше усилить эту войну, чтобы максимально ослабить и казахов, и джунгар. Например, все крепости, которые строила Россия на казахской земле, располагались либо на севере Казахстана, либо на западе. А ведь по логике, если эти крепости имели цель защитить казахов от джунгар, то они должны были располагаться в основном на востоке Казахстана. Кроме того, если Россия старалась помочь казахам в войне с джунгарами, то почему ни одному казахскому хану или султану так и не удалось добиться от России получения огнестрельного оружия? И последнее. Назовите хотя бы одно сражение между российскими войсками и джунгарами. Такого просто нет. Выходит, как-то странно Российская империя защищала казахов от джунгар. Крепости на границе казахов и джунгар не строит, оружие своему союзнику не дает, с врагом своего союзника не воюет. Перейдем теперь к тому, что якобы Российская империя построила на территории Казахстана города. Это также полная ложь. Помните, Российская империя на казахской земле не построила ни одного города. Ведь что такое город? Город – это большое поселение, в котором развиваются ремесла и торговля. А Российская империя строила на казахской земле только военные крепости. Один взгляд на места строительства этих крепостей ясно показывает, что все эти крепости строились для защиты российских границ или для нападения на казахскую степь. Кроме того, следует помнить, что первые города на казахской земле появились еще в 8 веке до н.э. при сакских племенах, и в дальнейшем их количество только росло. Например, такие казахские города, как Тарас, Туркестан, Шимкент, Мерке, Сайрам, появились задолго до присоединения к России, и они действительно были центрами ремесла и торговли. Также мало кто знает, что многие древние города в казахской степи были разрушены именно после присоединения к России. Это такие города, как Сарайших, Жаех, Кзлжар, Алматы и многие другие, на месте которых возвели военные крепости. И последнее. Теперь отвечу насчет того, что якобы Российская империя принесла казахам мировую культуру. Да, может через Россию казахи и узнали европейский стиль жизни, познакомились с европейскими писателями, стали получать европейское светское образование. Но какую цену за это пришлось заплатить? Казахи в обмен на эти культурные достижения лишились своей национальной культуры. Казахские обычаи и традиции стали исчезать. Практически стал вымирать казахский язык. В 10 или даже 20 раз сократилась численность казахов. Ушла в никуда богатейшая мусульманская культура. Согласитесь, обмен крайне неудачный. Тем более и без присоединения к России казахи могли бы спокойно познакомиться с европейской культурой, как те же иранцы, китайцы или арабы, сохранившие свою независимость и национальную особенность. И это тоже наша история, которую мы должны знать и которую мы должны помнить.